У меня на правом плече вы видите Белый дом, это дом правительства Российской Федерации. А на левом плече СЭФ, дом книжка, бывший СЭФ, теперь это мэрия Москвы, дом правительства Москвы. 28 лет тому назад произошло событие беспрецедентное, разделившее Россию навсегда на до и после. Потому что вот с этого самого моста, дорогие друзья, 3 октября 1993 года танки одной из подмосковных дивизий произвели несколько десятков выстрелов по Белому дому. Белый дом горел. По слухам, судя по слухам, Борис Абрамович Березовский за каждый выстрел платил по 10 тысяч долларов США. Так или иначе, это событие чудовищное и трагическое, и поговорить я хочу о нем, и не только о нем, а много о чем еще. Здравствуйте, друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, загляните в описание этого ролика, чтобы поддержать мой труд. Я, друзья, в вашей поддержке нуждаюсь, потому что я реально сам по себе. И вот мне пришлось избавиться от старого аппарата, который полмесяца был в руках карательно-репрессивных органов. И он явно уже не то что не работал, он сам пытался взломать гугл. В общем, на последние деньги и влез в долги опять я приобрел в случайном месте случайный аппарат. И он работает с Божьей помощью превосходно. И вот нуждаюсь в вашей поддержке, дорогие друзья. К слову, зрителей Михаила Алферова прошу заглянуть в предыдущий ролик. И там вы узнаете, как вы можете поддержать человека, страдающего за правду в Кемерово. Сейчас мы и к этому вернемся. 28 лет назад они расстреляли Белый дом, захватили власть. Неизвестно, что бы было, если бы победили те другие. Хазбулатов, Рудской, Баркашов. Неизвестно. Не факт, что было бы лучше, потому что некоторые из них открайно фашистские лозунги изрекали. Впрочем, все они были амнистированы после той ужасной бойни. Странно, правда? А бойня чудовищная, потому что за Белым домом находится стадион. Так вот, этот стадион до сих пор в полуруинах, его не ремонтируют. И там горы трупов были. 4 октября свозили со всей Москвы. А мой дом, расположенный там, чуть дальше наверх, на Садовом кольце. Так вот, в этом доме от кровавой бани спряталось несколько десятков человек на чердаке. И их доблестные силовики подогнали бронетехнику. Вначале вели подавляющий огонь снизу, потом зашли внутрь, штурмовали чердачное помещение и перебили всех, кто там был. Фрагменты тел выносили в мешках. Дверные глазки заклеивали пластилином. Скотча тогда не было. Вот сейчас идут мимо молодые ребята, мальчишки. Они не знают про это. Делитесь с ними этой информацией. Это важно. Мой дом истекает кровью. 28 лет. Множество, десятки неизвестных людей пропали там без вести. Вот так вот. А те, кто виновен в этом, сейчас у власти. И упиваются этой самой властью. Ходят пустые и надменные. Пропитанные чужой, невинной кровью. Потому что те, кого вели Рудской, Хасбулатов, Баркашов и прочие, это были простые, достойные люди, которые не хотели никаких лозунгов, а хотели жить в нормальном демократическом государстве. И так прямой наводкой по демократии. Ну да ладно, друзья. Чудесная новость в кавычках в Чувашии. С 10 октября введут QR-коды для посещения общественных мест, пунктов питания и так далее. QR-коды только тем, у кого ПЦР-тест на 3 дня или кто вакцинировался. Вот. Я просто передаю вам эту новость, не делая никаких комментариев. Что ж, и к чему мы пришли спустя 28 лет? Вот к этим вот QR-кодам. К тому, что в Казахстане, бывшем некогда частью Советского Союза, а до того частью Российской империи, в Казахстане гуляют языковые патрули, которые ругаются на тех, кто говорит по-русски и так далее и тому подобное. Вот. Между тем, страну вот последние две недели сотрясает скачкообразная гиперинфляция. В три раза увеличились темпы инфляции. Причем бьет это по продуктам питания, в первую очередь по напиткам и так далее. Про одежду я уже и не говорю. На самом деле идет деградация того, что принято называть экономикой Рафистана. Ну, какая же это экономика, дорогие друзья? Это даже клептономикой назвать стыдно и страшно. Между тем, словно выжив из остатков рассудка, вот руководство зажатое не в Белом доме, а в Красном замке, там поближе к центру. Так вот это руководство, вот если по Новому Арбату проехать, как раз в него упретесь, там они, похоже, совсем утратили связь с реальностью, попутали берега и все такое. Чем это выражается, дорогие друзья? Тем, что Кудрин заявил, что будет увеличение дотации регионов в два-три раза. Они, видимо, настолько увлеклись геноцидом, что даже сами пытаются его притормозить. Вот. И одновременно с этим они планируют сделать два новых города-миллионника на базе Кемерово и Новокузнецка. Вот. И это просто трындец. И также Шойгу собирается какой-то электроград делать в Сибири. Это все чудесно, замечательно и очень мило. При всем, это при инфляции, при полном трындеце, при вымирании. А кем они собираются наполнять эти города-миллионники, если в Кемерово нету миллионных человек? Впрочем, власти многозначительно говорят о том, что они будут сносить частный сектор в том самом Кемерово и туда, и там будут ставить, соответственно, человеники. Крайне комфортабельные, удобные и вместительные. Для всех кемеровчан и не только. Вот. Так что, да, одновременно с этим Сергей Цивилев, губернатор нынешний Кемерово, естественно, избранный, попробовал под шумок Путину напомнить о том, что надо 34 новых поликлиники в Кемерово, потому что старых нет вообще. Вот. В общем, такие дела. Что ж, не знаю, что у них там получится из Кемерово и Новокузнецка сделать, но планы эти мерзкие и зловещие. Почему? Да потому что они таким образом геноцид маскируют. Маскируют то, сколько нас с вами в реальности осталось. И цифры могут оказаться весьма-весьма шокирующими. Дорогие друзья, давайте я вот так обернусь, покажу вам окрестности. Вот. Гостиница Украина. Одна из семи, по-моему, сталинских высоток. Москва-Сити за мной, вы видите. Живописная набережная Тараса Шевченко. Вот. И вот мы возвращаемся на круги к своя, к Белому дому, который был расстрелян, зверски. И знаете, я повторюсь, я уже говорил об этом в давних роликах. Если вы только недавно со мной познакомились, заходите, смотрите. Я облачный мир. Ключевые слова. И дело в том, что, на мой взгляд, это кровопускание было подстроено. Чтобы люди никогда больше не поверили в демократию. Чтобы люди никогда не верили властям. Чтобы люди тянули дело только на себя и не верили в патриотизм. Вот так. Я же продолжаю верить, несмотря на многочисленные шишки, полученные мной, дорогие друзья. Вот. И хочу сказать, что вот то, что Чуваши вслед за четырьмя, по-моему, другими регионами вводят QR-коды с 10 декабря, это не просто тревожный факт, это факт омерзительный. И вот Кемерово, Новокузнецк, Цивилев, вот эти мысли о постройке городов-миллионников. Да вы возьмите старые, хотя бы приведите в порядок. Может быть тогда обойдется без этого, но нет, они будут строить 34 новых поликлиники и совершать донастройку существующих. А еще электроград какой-то, Шойгу, будет развивать в Сибири. Вообще, да? Вот им заняться нечем, деньги некуда девать, да? Вот ходят бездомные люди, нищие совершенно, им помогать надо. Люди, выжившие из ума ходят. Люди не могут работу найти, им надо давать работу, им надо деньги давать, поддерживать, но ничего этого не делается. А адские, безумные совершенно проекты делаются. Что ж, и хочу вам напомнить, друзья, еще раз, Михаил Алферов, блогер из Кемерово, который под домашним арестом до 1 декабря, если я не ошибаюсь, ему очень тяжело. В предыдущем ролике вы найдете, как его поддержать, загляните. А если решите меня поддержать, потому что я в этом нуждаюсь, и мне очень тяжело, я сам по себе, и, конечно, давление еще, неимоверное, но от телефона необходимо было избавиться от того. Если решите меня поддержать, описание ролика подскажет вам, как. Пожалуйста, говорите молодому поколению о 91-м годе, о 93-м, об этой бойне, виновники которой у власти, а жертвы которой в безымянных могилах. Что ж, такие вот дела, все интереснее и интереснее, но могу сказать одно, мы, безусловно, находимся в такой беспрецедентной до ныне оккупации. Что ж, ну и хочу сделать такое, напоследок, важное личное объявление, но вначале еще раз подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, и загляните в описание, чтобы поддержать мой труд. Справа под экраном такая, треугольничек, острием вниз. Я в Кемерово был зимой этой, 23 января, я был единственным крупным блогером, Алферова взяли за жабры, который освещал митинг тогдашний. Вот, и в Кемерово я был в гостях у прекрасной Валерии Юрьевны, вот, у девушки, которую я беззаветно и искренне люблю. Вот, и это, как бы, поймите правильно, друзья, YouTube это мой видеодневник, это не газета, не зарегистрированные средства массовой информации, просто чудесное совпадение, что я опытный журналист, писатель и публицист. Вот, но я хочу выразить свои мысли. Вот, и вот у нас с Валерией Юрьевной были отношения, мы оба с ней непростые люди, но я глубоко и искренне люблю ее, и сейчас, ну, на фоне Белого дома, наверное, не знаю даже как, но на фоне этой реки, что ли, я хочу, встав на колено, прочитать стих. Я молюсь и хочу верить в чудо, в то, что любишь меня-то еще, и мы снова обнимем друг друга, счастье век, доживем мы вдвоем. Такой неказистый стишок, ну, как я сам и есть. Прекрасная Валерия Юрьевна, прошу вас о примирении и прошу вашей руки и сердце. Вот, такие вот дела. Дорогие друзья, я вас всех люблю, и хочу сказать одно, как ни бредово это прозвучит, но единственный, лучший и самый действенный способ борьбы с геноцидом, с убийствами, со злобой и насилием, это любовь. Вот так. Еще раз желаю вам всем доброго дня. Пожалуйста, никогда не забывайте, сколько человек погибло в той бойне. Власть уверяет, что речь идет там максимум о трех сотнях погибших. Говорит об обстреле Белого дома и об Останкино. Бойню на улицах практически не упоминает, штурм и бойню, чердачную бойню у меня в доме не упоминает вообще. Посмотрите ролик «Бог и облачный мир есть, а мистики нет». Все в наших руках. Там я более подробно рассказываю о тех событиях. Мне тогда было 14 лет, я чудом остался жив. И были и снайперы, была и вся мерзость. И именно тогда, похоже, нас и продали с потрохами. А потом просто допродавали по кусочкам. А сейчас, 10 октября, в Чувашии вводится система QR-кодов. Желаю вам доброго дня, друзья. Поддерживайте друг друга, помогайте друг другу. Простите меня, если что не так. Я просто маленький, живой, пока еще человек. Я вас очень-очень всех люблю. Что будет дальше, одному Богу ведомо.